всем привет сегодняшнее видео я хотела в сегодняшнем видео я хотела рассказать свое мнение и не скажу что это какой-то обзор или вот думайте как я там не знаю просто мое лично мое мнение на тональную основу estee lauder double wear у меня более 20 тональных основ в арсенале имеется я так скажем очень долго была в поиске многие вообще принципе мне симпатичные очень многие мне категорически не нравится тональная основа я искала тональную основу которая была бы действительно стойкая которая не отпечаталась бы на одежде и которая до 11 часов точно вот выдерживала на моем лице и не превращалась что-то ужасное и некрасивое значит приобрела я данный тональный крем у меня в оттенке 1 n 2 и кро 16 вообще я думала что будет 1 n 1 там на самом деле у них какая-то полная неразбериха с этими оттенками старые версии новые версии в общем такой оттеночек у них там есть подразделение w это теплый оттенок c это кул это холодный то есть розовый и n это нейтральный я думала будет логичнее заказать нейтральный так как вообще у меня розовый скорее потом чем желтый но я не предпочитаю что-то такое явно розовый на своем лице хотя у меня есть довольно розовые тональные основы и смотрится на мне неплохо значит он шел вообще вот с таким колпачком вот с этим вот но и без помпы что категорически и мне вообще не нравится и я когда заказывала уже примерно знала что мне есть вот такой тональник он даже абсолютно такая же бутылочка только круглая такой же вообще и помпа подошла но не до конца закрутилась в общем это неважно на плотно здесь сидит и мне нравится что она подошла значит покажу вам как выглядит оттенок на руке значит он оттенок конечно я бы выбрала светлее если дала такая возможность не знаю теперь уже я его заказала обошелся он мне кстати в 43 доллара это где-то 33 евро и доставка была бесплатная в общем я не знаю вообще видно так он выглядит стекает он довольно жидкий жидкой текстуры кажется что темноват сейчас я его растушую вообще он идеально сливается с кожей имеет очень выраженный запах так вот не хочется скорее стереть чем-то сподручно извиняюсь и чтобы не нюхать что я скажу про его нанесение он довольно такой необычную когда наносишь он такой как бы мокрый что ли на лице чувствуется но быстро превращается довольно в пудровый финиш что мне нравится сейчас у меня на лице в конце кстати я покажу маленькая дэма не знаю имеет ли вообще какой-то толк или нет что вы там в нем увидите покрытие в него полная на счет все таки держится он на мне или нет ну честно скажу все равно да супер пупер моего идеала немножко не дотягивает но чуть-чуть приходится припудривать на т-зоне вот в основном вот здесь вот у меня проблемные вообще кожа у меня комбинированная значит склонная к жирности на т-зоне и вот здесь в основном районе где поры расширены и так значит что еще я хотела сказать но многие говорят что это какая-то маска что там смыть невозможно не знаю довольно обычный тональник я все тональные очень хорошо смываю тщательно поэтому чем-то таким он не отличается упаковка хорошая фирма очень хорошая прыщиков какой-то аллергии у меня не вызвал и мне нравится что иметь в таком арсенале хороший тональный что можно смешивать его с разными другими более светлыми или более нестойкими просто разбавлять цвета экспериментировать киса пришла очень любопытно и любит абсолютно все что происходит я извиняюсь такой был мой маленький обзор не знаю помогла вам или нет вообще заказывала его на ebay долго искала нашла даже эстелаудер сайт юкей но почему-то в эстонию все равно там нет доставки я не знаю так и пришлось заказать мне на ebay доставка была вообще несколько дней мне его прямо на работу даже принесли чем я была неимоверно рада вообще наношу его кисточкой от сигма вот такой вот кабуки не знаю бьютию с блендером и спонжиком я пока не пробовала руками я вообще никогда не наношу и терпеть не могут у меня все пальцы особенно если ногти ищу понимаете о чем я говорю все будет в ногтях под ногтями и в общем кисточкой очень все это удобненько быстренько растушевывается легко и не знаю мне нравится хороший тональник мой самый дорогой тональный крем получается такой вот был мой обзор если вам интересно узнать что-то еще про мои другие тональные основы которые вообще не продаются в россии в эстонии в странах снг которые я заказывала и вообще просто каким есть тональники пишите вообще просто пишите подписывайтесь на мой канал и дальше будет демо и всем пока до сих пор Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok